всем привет значит сегодня будет обзор очень интересного девайса по моему особенно если вы часто бываете как вот я на даче или где-то на природе где вам нужен интернет если вы особенно работаете в интернете то вообще это супер девайс значит девайс под именем зме и вот известной компании сяоми это одновременно powerbank на 7800 миллиампер часов это одновременно 3g 4g модем и одновременно вай фай роутер вот то есть от него можно заряжать девайсы различные там телефоны смартфоны и так далее планшеты лучше не запитывать естественно камеры заряжать запускать кстати камера которая снимая как-то от него заряжал вот от него можно через него у него вставляются 3 сим-карты и 3g или 4g можно превращать в вай фай и естественно раздавать то есть это девайс роутер а вот значит внешне у него юсб выход обыкновенный юсб вот наверное 20 хотя не знаю 2010 какая разница здесь все равно да кстати я совершенно забыл этот девайс можно еще подключить по юсб компьютеру он будет заряжаться но одновременно он будет еще являться 3g модем вот без вай фай даже если у вас нет вай фай вы можете подключить как к андроиду не знаю не искал мог в винде спокойно подключается коннектится все без проблем вот значит не избил зарядник лампочка я хочу постараюсь вам показать значит лампочка приема сети лампочка вай фая лампочка заряда значит если горит зеленым то нормальный прием если горит ну любая из лампочек если горит оранжевым то плохой если красным то вообще ужасно случае с аккумулятором естественно зеленый максимально оранжевые в районе половины красный вот-вот сядет а вот в комплекте проводок не помню этот или не этот но вот такой вот маленький коротенький проводок обыкновенный юсб микро юсб вот девайсик шоу такой коробочки кто смотрит мой инбоксинг смотрел тот мог это видеть вот я думаю выкинутая сохранил в подарок была китайская карточка использовать не нет ну может быть поеду в китай буду использовать значит естественно девайс был ампландирован вот этой вот наклейкой вот здесь наклеена ну и дальше собственно говоря вот такой стандартной силами коробочки вот я еще не смотрел но я уверен что девайсов оригинальный почему я уверен потому что я списывался лично с менеджером сайта с бен гуда вот и он меня уверял ну пока что я исчезная даже поленился не душе уверял ты человек которому я могу доверять вот больше ничего нет значит как нередко бывает не заполненная гарантийка на китайском или не знаю что-то похожее на гарантийку может быть не гарантий все равно не знаю на китайском вот и собственно говоря вот такая вот инструкция инструкция на китайском языке кому интересно посмотрите все равно мало кто еще поймет да еще и солнце светит ладно давайте знаете как сделаем давайте я выложу инструкцию в описании под видео на русском языке я ее сам перевел ну как относительно перевел я не переводил там гарантийные обязательства гарантии так далее ну вот как им пользуются этим девайсом перевел вот собственно говоря в двух словах в двух словах в девайсе спереди я все рассказал снизу просто какие-то технические данные вот кнопка включение проверки если однократное нажатие нажатие и удержание включение и выключение девайса вот девайс заморгал и выключился значит потом вот здесь открывается как бы капот крышка нужно ногтем подцепить и сорвать вот по большому счету здесь все его параметры кому интересно вставляется симка есть кнопочка ресета которую ручкой можно нажать вставляется сюда микросим именно микросим вот и совершенно беспроблемно вставили все аккуратненько девайсик закрыли и подконнектились сразу же пароль вайфая написан вот здесь вот на белой табличке не на синий которым покажу на белой табличке написан после модели пароль вайфая это пароль который установлен по умолчанию естественно если мы через компьютер зайдем и изменим этот пароль то естественно пароль у нас будет другой вот по большому счету после включения мы должны набрать сейчас я закрою подождите секундочку и скажу вам что нам нужно набрать для тех кому лень скачать инструкцию посмотреть сейчас он включится проморгается вот даже у меня недалеко стоит ноутбук я вижу что интернета пока нету тонко на и хочется ладно пока он подключается я вам скажу значит нам нужно набрать да что именно микросим не наносим а именно микро вот ну то есть открываем крышку вставляем симку включаем девайс и потом в браузере набираем ip адрес естественно и степи двоеточие две косых 192 168 21.1 ну естественно везде . вот 192 . 168 . 21 . 1 . нажимаем enter вводим пароль который есть по умолчанию в инструкции он прописан вот и естественно там уже у нас есть доступ к нашему роутеру то есть к этому устройству и там мы можем управлять вот в принципе там мы можем управлять флешкой там мы ой не флешкой симка там мы можем управлять передачей данных ну и обыкновенные роутерные настройки я естественно все это рассказывать не буду ну давай сейчас перейдем за компьютер и я вам вкратце вот в пару слов покажу хотя бы хотя бы просто покажу что где как к чему почему коннектимся к нашему девайсику ну естественно я уже подключался сейчас он найдет подключение к интернету и собственно говоря подключится а так как мы к нему подключились переходим по нужному адресу про который я говорил 102 168 21.1 вот пароль естественно у меня уже сохранен ну и вот в принципе мы видим мы видим здесь вот настройки всего этого девайса вот то есть здесь мы можем посмотреть статус сети к сожалению я пока что не нашел может быть где-то где-то можно найти сколько скачено может какая-то статистика есть но к сожалению я пока что не нашел вот можно посмотреть интернет подключение и настроить его наверное надо включить контроль трафика тогда будет отображаться сколько скачено ну по крайней мере я не нашел где это делается может быть здесь ладно бог с ним не сильно это и важно а вот значит здесь мы можем включить или отключить пин-код а если будет пин-код включен то нам каждый раз надо будет заходить чтобы получить подключение к интернет подключаться к вай-фаю и заходить и включать не знаю дурь какая-то я сразу отключил вот даже еще сюда не вставлял включил в телефон там отключила потом уже ставил сюда значит ну и здесь ручная настройка сетей вот дальше мы можем настроить роутер можем зайти вот сюда вот можно прямо сюда и собственно говоря вот здесь мы настраиваем диапазон ip адресов с какого по какой ну собственно говоря настройки обыкновенного самого обыкновенного роутера вот подключено сейчас два компьютера видно сколько а кстати вот можно можно посмотреть сколько трафика ушло ну то есть уже 9 гигов выключено у меня их 15 было не так много осталось кстати вот здесь можно отключить usb usb модем то есть когда мы будем подключаться по через интернет через usb заряжать скажем от компьютера у нас модем точнее у нас девайс в режим модема вставать не будет ну и собственно говоря настройки вай-фая вот кстати да вот обратите внимание написано что получено 6 и 45 гига а там написано в статистике что 9 гигов наверное это просто было я с другого другой карточки что-то качал испытывал ну то есть у меня до этой карточки и стояла другая я с ней игрался тоже что-то испытывал пользуюсь этим девайсом уже ну давно уже недели две вот точно я имею дую недели две как вне дома пользуюсь вот то есть мешочек или целлофановый пакет вешаем на дерево висит работает классно разряжается разряжается хватает в чисто на интернет его на двое суток ну почти на двое суток то есть я вот скажем сегодня утром повесил завтра вечером я его сниму поздно вечером ну как у меня утро это часов в десять я его повесил и сниму часов может быть в час ночи ну перед сном в два вот так вот то есть не конечно не двое суток но где-то часов но 40 43 он будет работать вот по качеству по качеству сети плохо влияет на влияет на него стены две кирпичные стены не пробивает а вот нос как и за мной за спиной деревянные стены ему на них плевать расстояние 20 метров для него уже становится критично вот то есть очень слабо пробивает расстояние 20 метров расстояние 5-10 метров нормально 5 метров нормально вот то есть я его где-то посредине своего участка вешаю и ног спокойно могу ходить по всему участку даже немножко отходить за пределы его вот если же сидишь неподалеку от него то вообще прием прекрасный прием 5 рисок вот то есть сто процентов вот качество связи я миду вай-фай именно по качеству 3g ну у нас здесь 3g не особо хорошо ловит так что надо лазить надо лазить надо искать иногда даже вот поставишь на стол классно целый день будет отличный 3g завтра в это же место поставишь уже будет плохой но если у меня вот и специально такая палка с гвоздем на конце метра 3 я этой на эту палку вешаю за этот веревочку и просто вешаю ставлю возле дерева палка стоит на метра 3 земли поднят получается этот девайс и прекрасно вообще связь просто шикарная связь просто идеальная потом очень удобно брать куда-нибудь с собой допустим просто в машину кинул и поехал по трассе где есть 3g он есть у нас везде вот ноутбук там вот планшет мы все к нему коннектится постоянно есть интернет просто классно вот ну естественно все зависит от качество связи сама вот передача соединения с вайфаем происходит быстро нормально никаких проблем но если там скажем тугой интернет то естественно уже будет медленно грузиться сайты медленно страницы но самая маленькая скорость которая была здесь замечено сколько я не тестировал или его вообще нету или же где-то в районе одного мегабита это самое самое что слабое что здесь было вот ну собственно говоря на этом все до девайс дорогой девайс крутой нужен ли вам этот девайс вам конечно стоит над этим задуматься но если вам постоянно нужна связь с интернетом и если вам связи с одного телефона недостаточно а вот если вам нужно именно что-то такое одновременно и powerbank и роутер и вайфай роутер и то естественно но в моем случае у меня планшет допустим без 3g то есть естественно он будет коннектиться к этому роутеру и отлично буду себя чувствовать может ли работать от провода то есть поставить на зарядку и нет своего аккумулятора постоянно кушать да конечно может без проблем на работает но к сожалению у меня такое расположение участка там где у меня есть розетки там у меня чуть ли не самая худшая связь вот в итоге мне приходится в принципе заряжается он за ночь вот я не я не обратил внимание сколько он заряжается по емкости он чуть чуть больше чем 7 800 где-то 7 900 пойму восьми нету вот я думал что когда он эти канал заряжался ну классно сейчас 8 накапывает восьми нету вот 7 900 с малым восьми и раза три тестировал восьми нету вот так по времени зарядки ну примерно за ночью пока я сплю он заряжается то есть ну часов 5 максимально он заряжается то есть это от того что он в красной зоне я его ни разу еще не разряжал в ноль из красной зоны до самого красная зона когда уже вот почти он гаснет вот вот он отключится вот из красной зоны до полного заряда где-то в районе 5 часов он заряжается собственно говоря на этом все где брал ссылки в описании под видео подписываемся на канал ставим лайки делимся этим видео все всем пока и до встречи на канале